Конференция библиотекарей задумывалась как встреча, познавательная для каждого участника. Главный вопрос, который обсуждался все утро, звучал так. Как вызвать интерес школьников к чтению? В первую очередь, книг о военных событиях. Причем, как добиться того, чтобы у детей действительно появилось желание узнавать правду о суровой жизни военных лет? Как показали опросы, проведенные библиотекарями, современные школьники очень мало читают о войне. И даже если читают, то только по списку, ограниченному школьной программой. Очень тревожная ситуация. Мне кажется, что книг в домашних библиотеках о войне достаточно много семей, в которых нет этого. Вот это очень сложный, очень тревожный вопрос. Библиотечная практика последних лет показывает, что больше всего детям нравятся не домашнее чтение, не семинары и лекции на тему Великой Отечественной войны, а непосредственно встречи с ветеранами, с живыми участниками боевых действий. Но поскольку такие встречи вызывают у ветеранов печальные воспоминания и стресс, к тому же с каждым годом здравствующих героев остается все меньше и меньше, библиотекарям приходится придумывать новые интересные мероприятия для юных читателей. Когда душа просится, когда что-то всколыхнуло, что-то прочитали, что-то услышали, и вот это воспоминание должно окунуться, и вот так вот все это должно такими облаками, какими-то от родителей, от учителей, от библиотекарей пойти к детям. Вот эти волны, они должны до наших ребят доходить. На конференции помимо библиотекарей присутствовал Анатолий Кизилов, инструктор-методист Электростальского центра патриотического воспитания. Он рассказал собравшимся слушателям о работе центра и действующих клубах по интересам. Упомянул парашютный клуб морской, группу подготовки ребят к защите Родины, и, конечно, не забыл о движении поискового отряда, который действует в нашем городе с 1990 года. Такая форма работы с детьми, когда подростки и парни, и девушки активно участвуют в экспедициях, ищет останки погибших на войне советских героев, помогает им прикоснуться к истории русского народа, прочувствовать тяжесть потерь и цену победы. Из них вырастают нормальные люди, кто непосредственно проходит занятия в нашем центре, кто участвует в экспедициях. И то, что многие из них гораздо лучше знают истории Великой Отечественной войны. Анатолий Кизилов выразил желание активно сотрудничать с городскими библиотеками и принимать участие в проводимых ими мероприятиях. Одно из них, прошедшая в детской библиотеке конференция, дала возможность всем ее слушателям-библиотекарям обсудить разные формы работы со школьниками и обменяться опытом проведения тех или иных мероприятий и конкурсов. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова